Экс-чемпион мира в полусреднем весе британец Келл Брук рассказал о желании повысить весовую категорию, а также назвал имена желаемых соперников. Как вы видели в двух моих последних боях, я хочу драться с лучшими, мне нравятся такие поединки, в которых немногие дают мне шанс, которые захватывают и зажигают фанатов. Так что, конечно же, бои Скотто Канело и даже реванш с Головкиным, это то, на что бы я согласился, заявил Брук в интервью Sky Sports. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о том, что вешает перчатки на гвоздь, я был благословлен достичь наивысших свершений в боксе, это было эпичный путь, благодарю всех фанатов, которые поддерживали и верили в меня на этом пути, надеюсь, вы насладились им так же, как я. Конец, сообщил Фьюри. Напомним, что Фьюри не боксирует с ноября 2015 года, когда победил экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко, после этого у Тайсона появились проблемы с мотивацией, лишним весом и наркотиками, скандальный боксер сорвал матч-реванш против Кличко и заявил об уходе из бокса, спустя некоторое время он передумал и сообщил о том, что намерен снова выйти на ринг. Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях. А ныне спарринг партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи, поведал есть ли шанс у звездного ирландца на победу над лучшим боксером современности Флойдом Мейвизером-младшим, скажу честно, по одним только спаррингам невозможно предсказать победу Конора над Мейвизером. Макгрегор нестандартный боец и это факт, его несуразность в какой-то степени может помочь ему в бою с Флойдом, но вся картина боя будет видна лишь 26 августа, заявил Пол в интервью. Чемпионский комитет Всемирной боксерской ассоциации WBA постановил о том, что временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA 26-летний россиянин Дмитрий Бивола обязан провести поединок против регулярного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA 30-летнего британца Нетана Клеверли, у сторон есть 30 дней на переговоры, в противном случае будут проведены промоутерские торги, победитель данного противостояния получит статус официального претендента на бой против чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO, американца Андреа Уорда. Вы смотрели канал Геннадий Головкин. Самые актуальные новости бокса. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе.